Всем доброе утро, ребята. Происходит что-то неведанное. Я отвез Ярика домой, бросил тачку. Иду искать любимую тачку. Кто-то украл воздух из передних колес, как было сказано. Будем проводить расследование. Специалисты, скажите, как может спустить два колеса передних сразу? Вот так вот. Бывает такое, нет? Было у кого в опыте, в жизни, по жизни? Потряхивает, но ехать можно со скоростью 10 км в час. Интересно, что же произошло? Кто таинственный ворюга? На самом деле ощущение, как будто просто колеса на одну шпильку притянуты на одну гайку. Болтает, как это. Как не себя. Куда утопить, алю? Подъезжаем к шиномонтажке. Надеюсь, она работает. Это та шиномонтажка, где за стойки стабилизаторов, за линки меня домкратили. Проверим, еще раз так сделают или нет. Тачку бросил специалистом, профессионалом. Попросил за линки, за стойки стабилизаторов мне домкратить. Иду за пикап. Пикап в другой части района города. Утренние приключения. Трудовика, боевика забрал. Эту аппаратуру подразобрали. Вот они, колеса. Короче, злоумышленники были такие злые, что сделали три пробития жестких. Вернули все на место. Ни разу не пожалел, что купил вот эти диски за копье. Я думаю, силовик и так может ездить. И силовичка тем более. Короче, латок такого размера нет. Ниток у них нет. Как в Индии, они не могут чинить колеса. Поэтому еду в гараж. И надо искать 265, 50, 19 колеса. Специалисты, что старый добрый Триангл? PL02. Или китайская свежая разработка 2017 года. Boto. Boto. Триангл или Boto. Спасение медуза воски продолжается. Чтобы вы понимали, ехать вообще невозможно. Но медуза ехала в потоке километров 60-70. И все, говорит, нормально было. Все комфортно было. Мы вот едем 10, пытаемся добраться до шиномонтажа. Люба же сегодня с утра ехала в потоке километров 50-60. И говорит, все было нормально. Ну, чуть-чуть скользко, но в принципе нормально. 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 Вот что значит комфортная машина. Операция спасения медуза воски окончена. Главный помощник у меня Вируска. Поставили шины Boto, липучку. Пусть медуза теперь ездит на новых. Чуть было сейчас не заблондинил. У меня экран треснул давно. А сейчас начал какие-то глюкомании делать. И хотел скриншот сделать, чтобы вы заценили. Но потом подумал, что скриншот такого не покажет, походу. Полуавтоматическая электродуговая заварочка. Пушка-гонка будет. Заварила, готова, упакована. Приступаем к снятию. Тут у меня еще два мыша бегают. Таких кореша мои. Вот Ринатыч пошел гулять по вьюге. Тут у нас все зачищено. Есть что подварить. Работы кипят. Думаю, может быть запустить стримчик такой тестовый. Так, чисто побазарить полчасика. Ну, прямо сейчас. Что думаете? Диалог с командой и пилотами коллективно выбрали Монашину и в частности Вест Лейк. Ну, понятно. Диалог возможно был, да? Да. Ведем. Внимание, внимание. Очередное сообщение. Значит, донаты собираются. Пацаны вопросы пишут. И если ты желаешь выиграть кепочку, разыгрываем две штуки. По итогам стрима вход в розыгрыш 500 рублей. Так что подсоединяйтесь. Так, ребятки, всем спасибо, кто был на стриме. Я на районе. Сейчас мне надо передать посылочку. Я заказал такси. И вон оно, кстати, такси за мной приехало. Просто прям одновременно подъехали таксист, курьер и я. Передал то, что должен был передать. Получается, передачка поехала. Встречайте, встречайте. Все, а я домой. Спать. У меня на районе есть такая нива. Она постоянно груженная. Хозяин никогда ее не выгружает. У меня полный, полный багажник. Она всегда севшая. Такие пироги не бережет машину совсем.